Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему нефть дешевеет, а бензин дорожает? Ну, бизнес. Чем больше денег, тем лучше вы, тем больше прибыль. Все. Я считаю, что это все вопросы к нашему руководству, то есть к нашим верхним структурам. А я считаю, что экономика это большой пиздеж. Вот по сути, как есть. Ком, который ничего не значит. Ну, вот как вы думаете, какая-то логика в этом есть, что нефть дешевле, а бензин при этом дороже? Конечно. Бедные беднеют, богатые богатеют. Все. Это единственный ответ. Хочется поднять свои деньги у вас? Во всем есть логика. Нефть дешевеет? Ну, что ее больше, наверное. Ее много. А бензин почему при этом дорожает? Производство. Ну, нефть же дешевле становится, значит бензин тоже дешевле. Не знаю. Не задумывались. А вы как считаете? Не задумывались. Не знаю, если честно. А вы? Я тоже не знаю. Логика в том, что нефть стала дешевле, а бензин при этом подорожал. Подумать можно? Все из Запада идет. Они диктуют какие-то правила, наверное, и там... Мы же нефть закупаем, а свою продаем. Вот и вся логика. На самом деле об этом можно говорить тут часами, как формируются цены. Вот. И наши эксперты все-таки аргументируют, вкладывают и в налоги, и в нефтеперерабатывающие. Да, все эти моменты. Здесь, в общем, можно долго-долго рассуждать по поводу нефти. Я думаю, что сейчас не будем... Ну, вот какая-то логика есть в том, что нефть дешевле, бензин дороже? Логика. Умом в России не понять. Нет, я считаю, что логики какой-то нет. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему нефть дешевеет, а бензин дорожает? Без понятия. Ну, наверное, так надо. Нефть дешевеет. Ну, говорил когда Путин, что у нас, когда дешевеет нефть на мировом рынке, мы должны вернуть себе немножечко денег, которые мы проигрываем на мировом рынке. Поэтому у нас забирают деньги. Вот и все. Я не знаю. Не знаю, честно говоря. У меня есть мнение, почему так происходит, но я не хочу его говорить. Оно такое страшное, почему не хотите? Ну, оно не такое страшное, но просто, я думаю, что оно ошибочное. Ну, тем не менее, мы все ошибаемся, вот как вы считаете? Я не знаю. Наверное, кому-то это надо. Кому-то это надо, потому что во всех других странах я знаю, что если нефть дешевеет, то бензин дешевеет. Почему-то у нас наоборот. Я не знаю, почему. Ну, я думаю, это особенности экономической политики нашей страны. Ну, я согласна, в принципе. Сложный вопрос. Почему нефть дешевеет, а... Ну, можно не тыкать? Нет, сюда, да. Пум-пум-пум. Это же... Моза есть все из-за экономики. То, что рубль падает. Это логично, по-вашему, что нефть подешевела, бензин подорожал? Конечно, нет. Нет. Если нефть дешевеет, то и бензин дешевеет. Ну, да. Еще раз. Если нефть дешевеет, то и бензин дешевеет должен. Ну, по идее, так. Как вы считаете, по какой причине случился Майдан на Украине? По причине передела территории, глобальной, политической. Всегда крупные государства стараются оттянуть территорию у своих ближайших и дальних соседей. Всегда это было. Делились территории преддревней Римской империи, сейчас делятся территории. А вы не допускаете, что просто народ Украины может быть недовольный своей властью и из-за этого это все случилось? Нет, не допускаю. Любой народ, он полностью управляемый, как в России, так и на Украине, как в Америке, так и в Голландии. Поэтому все виды государственного управления являются просто различными способами управления. Если говорить о том, какое личное мое мнение, то я, конечно же, считаю, что есть у нас определенная страна, которая хочет достичь мирового господства. Именно она, дергая за разные ниточки в разных странах, устанавливает тот порядок, который необходим ей. Вот и все. Это все объяснимо. Это мое мнение. Эта страна – это Россия или Америка? Это однозначно не Россия. Это однозначно не Россия, говорит. Ой, это все сложно. Не знаю. Ну, не важно. Не делать нечего, наверное. Не знаю. Я вообще в политике не сильно, так что... Как вы считаете, какие причины возникновения Майдана на Украине? На этом вопросе надо, короче, развернуться и уйти к тебе сейчас сразу. Дружище, это не к нам. Людей запарили, короче, и... Пусть, пусть это мать счастья. Я вообще отказываюсь участвовать, потому что я точно ничего не отвечаю. Причину возникновения? Нищета. Украинская нищета повсеместная. Ну, наверное, социальная политика Украиды. Нет. Не знаю. Это политика. Большая политика. А народ может быть недоволен ситуацией на Украине? Вы не допускаете такого? Конечно, он недоволен. Из-за этого Майдана случился. Недоволен народ, да. Но Майдана случился по другому случаю. Майдан случился из-за политики то, что люди, экстремистки настроенные, хотели власти. Скажем так. Я с тобой поскорил бы без камеры. Можно камеру? Не надо со мной спорить. Ну, не, люди, да. Я думаю, люди настоящие, адекватные люди, они против политики, которая сейчас проводится на Украине. Я так думаю. Я так бы сказал бы большинство, мне кажется, людей на Украине, как бы они... Ну, да, там идут настроения, там, то есть против России. Ну, у меня у самого там теща живет и сестра у жены живет, там, на Украине. Там, как бы, нормально воспринимают, там, без проблем. Ну, наверное, здесь сходу не ответишь, в том числе, как внутрополитические, экономические ситуации, так и, ну, возможно, в том числе и внешняя какая-то поддержка всего этого. Ну, да, я считаю, что не обошлось без внешнего влияния, в частности, Америки. А вот все-таки больше, это внутренняя ситуация так сложилась, или это повлияло что-то вне, Америка, я не знаю, кто виноват в этом? Ну, я думаю, все-таки процентов 70, это внутренняя ситуация Украины. То есть недовольство народа? Да. США виноваты. Нагласия? Да. А вы не допускаете, что народ Украины просто был недоволен своей властью, и поэтому это все случилось? Ну, это, кстати, тоже возможно, как один из факторов. Да, 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 как один из факторов. Действительно, плохой правитель и, соответственно, бунт народа. Больше кто виноват, народ или Америка? Скорее. Все здесь народ и Америка, как бы правительство тогда уж виновата, правительство Украины. Скажите, по-вашему, какие годы Новой России, начиная с 91-го года, были лучшими? Лучшими? Ну, наверное, 2000-й, 2008-й, 2009-й. Мне затрудняется ответить. Так. Граждане только 93-го. На 2000-й были, ну, было нормально, кстати. Да, 2000-й. 2007-й, 2005-й, да. На 2010-го, 2009-го, ну, так было все нормально, кстати. Сейчас хуже стало? Да не так, чтобы хуже. Мы зациклены просто на деньгах, и все решили, ну, как бы, зарабатывают деньги, занятые. А раньше мы как-то гуляли, не думали об этом, а сейчас приходится думать о том, чтобы, как бы... Как деньги. Да, как деньги заработать. Да, 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 как пенсию. Да, да, да. Ну, самое лучшее время это здесь и сейчас, потому что именно мы сейчас должны, принимая решения, начинать делать. Потому что молодежь – это настоящее, а мы все-таки выступаем от лица молодежи, и поэтому, начиная с сегодняшнего дня, начинается лучшее будущее. Спасибо. То есть раньше было, по-вашему, хуже? Нет, оно было достаточно хорошо, да, разные явления происходят у нас в стране и в других странах, но, тем не менее, мы будем надеяться на то, что дальше будет лучше. Используя старый опыт, да, всех дней, времен, лет, мы будем двигаться вперед и будем делать нашу страну лучше. А вы как считаете? Я считаю, я полностью согласна своей коллегой из Вологодской области. Раньше во все времена было что-то хорошее. Сейчас мы живем, да, мы переживаем трудное время, кризис экономический. Но я думаю, что все вместе мы сможем с этим справиться. Как говорил классик, время меняется, а люди остаются теми же. Это Булгаков говорил такую фразу. Мне кажется, 2004-2005. Почему? Ну, я получал большую зарплату. А вы как считаете? Примерно так же, да. 2004-2005. Ну, я не знаю. Вы считаете, Новая Россия с какого периода? С 91-го. С 91-го. Я думаю, что лучшие годы России еще впереди. То есть лучших не было? По сравнению с чем? Лучшие по сравнению с чем? Ведь надо с чем-то сравнивать, да? Если брать текущее время, то оно однозначно лучше, чем то, что было в 90-е. А 90-е, это были годы, которые, ну, годы разброда и шатания, когда вообще люди жили без царя в голове. Поэтому они вообще как без ременья. А последние годы советской власти были тяжелыми для всех, потому что шел полномерный упадок, и не было понимания пути развития дальше. То есть сейчас порядка больше, чем в 90-е? Сейчас порядка больше, чем в 90-е. Более структурировано, по-другому, но больше. Наверное, с 2009-го по 2013-й где-то, я думаю. Почему? Да, мне кажется, уровень жизни был получше. Семь в час, да? Кризиса не было, по крайней мере. А вы как думаете? Ну, я думаю, тоже где-то эти годы кризиса, по крайней мере, не было. Россия? А мы не в России. А нам сейчас хорошо. Хорошо. Мы из Минска. Наверное, начало 2000-х. Почему? Более-менее все стабильно было. После кризиса люди успокоились. Скажите, по-вашему, какие года Новой России, начиная с 91-го, были лучшими? Наверное, начиная с 91-го, были лучшие, потому что была надежда, что кто-то изменится. То есть 90-е лучшие? Ну, я думаю, что да. Они были такие, такие были не совсем спокойные, но была надежда, что они изменятся. Что-то будет по-другому в России. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...